Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале ДК-82. Я тут немножко приболел, но не переживайте, все будет в порядке. Решил в преддверии, скажем так, выздоровления и планирования походов, будущих, которые обязательно будут, провести небольшую инвентаризацию своего походного снаряжения. Вот так вот собрал все в одну могучую кучку и сейчас подробно, где-то, где-то не очень, расскажу о тех вещах, о том снаряжении, которое у меня есть, которые я использую, как его использую, когда, в какое время, а каким, может быть, не пользуюсь практически никогда. Ну, погнали! Ну и начнем, давайте, конечно, с такого предмета, который является неотделимым и главным атрибутом походника, походной жизни. Это, естественно, рюкзак. Рассказывать о своих рюкзаках буду по мере их появления у меня в хозяйстве. Итак, первый мой рюкзак, а точнее сказать, это всем знакомый, старый, добрый, вещевой мешок армейский. Конкретно этому мешку лет очень немало, достался он мне в наследство от моего дедушки. Это был первый мой походный рюкзак, который прошел со мной очень много дорог, побывал на рыбалках, на охотах, на грибных, скажем так, тихих охотах. В общем, очень много мы с ним вместе повидали, много где побывали. Что могу сказать? Вещь неубиваемая, вещь простая, может быть не очень удобная, внешне не очень красивая, но эта вещь, в ней можно смело носить кирпичи и ничего ему не будет, потому что эта вещь армейская делалась на века и делалась, скажем так, для того, чтобы использовать ее в самых экстремальных условиях. Ну, пойдем дальше. Второй рюкзак, который у меня появился, это вот этот черный, скорее, можно даже сказать, не туристический, а городской рюкзак, который приобретался лет, наверное, 5-6 назад на вьетнамском рынке. Производитель какая-то малоизвестная или совсем неизвестная китайская фирма, но тем не менее сделан рюкзак очень качественно. Тоже очень много с ним путешествий и вылазок на природу я совершил, много чего в него грузил, но тем не менее он выдержал, несмотря ни на что. Чем он не нравится, это тем, что у него очень много различных карманов и кармашков, по которым можно разложить, распределить, скажем так, те предметы, которые вы с собой берете. И мелочевку раскидать, и какие-то крупные вещи, закрепить мачете, топор, в заднюю спинку, которая отстегивается, можно положить сидушку, пендель так называемый. И доску для нарезания продуктов. Ну, в общем, достаточно интересный такой вариант рюкзака. Еще один плюс его, то, что основной его карман, основной клапан расстегивается практически полностью и, соответственно, если его поставить на какую-то горизонтальную поверхность, открываешь основной клапан и можно спокойно загружать, либо вынимать из него какие-то предметы. То есть, все, что находится внутри рюкзака, видно сразу. Про этот рюкзак отдельного видео у меня нет, но, в принципе, он во многих видео появлялся. Не вижу смысла снимать про него какой-то отдельный видос. Но, если вам будет интересно, напишите в комментариях, конечно, сниму подробненько все расскажу. Идем дальше. Следующий рюкзак, а точнее будет сказать ранец, потому что это именно ранец. Ранец десантный, RD-54, то есть, образца 1954 года. Классный, удобный рюкзак, ранец для каких-то небольших выходов на природу, для ходовой рыбалки. Вместимость примерно 12 литров. Я его немножко доработал, то есть, изначально он выглядел, конечно, по-другому. Про этот ранец у меня на канале есть отдельное видео. Там я подробненько все рассказываю, что и как я в нем изменил, в его конструкции. Поэтому останавливаться на нем не буду. Кому интересно, на экране уже ссылка появилась. И в описании тоже ссылочку сможете найти, по которой посмотреть информацию про этот ранец. Идем дальше. А это однолямочный рюкзак-бродяга, который был сделан по моему проекту. То есть, я придумал, разработал концепцию некого иго однолямочного рюкзака для каких-то коротких выходов на природу. И один хороший человек откликнулся. Зовут его Валерий Самсонов. Канал его называется Суперрюкзаки. Ссылку на его канал оставлю тоже в описании под видео. В общем, Валерий откликнулся. Помог мне реализовать свои задумки, свои мечты. И получился вот такой вот однолямочный рюкзак. Для коротких радиалок или для коротких выходов на природу. Видео тоже есть. В описании все найдете. Классный, удобный рюкзак. Но однолямочный. Как показала практика. Много не нагрузишь, далеко не уйдешь. То есть, если маршрут действительно какой-то по протяженности, скажем так, Ну, 15-20 километров. Да если нести в нем 8-9 литров, либо килограмм. То, конечно, натирать будет одно плечо. Ну, а так, для ходовой рыбалки. Бросил туда какой-то перекус. Положил флягу с водой. Запасные снасти. Взял спиннинг. Пошел, в принципе, не напряжно. Можно хоть весь день проходить. И все будет прекрасно. Пойдем дальше. Ну, теперь, что касается палаток. Палаток у меня две. Первая, которая зеленая. Нордвей, дом 2. Появилась у меня раньше. Она как бы двухместная. Но по факту она полтораместная, я бы сказал. То есть, для одного человека ее избыточно много. Для двух ее мало. Ну, для двух взрослых людей, я имею в виду. В прошлом году я прикупил палатку побольше. Это та, что синяя. Палатка Павило. Не знаю, как это переводится. Что за фирма. Но могу сказать, что палатка просто шикарная. Она уже несколько раз со мной ездила именно на выезды с семьей. Умещается в нее прекрасно вот такой вот огромный надувной матрас. Два метра на метр семьдесят пять, кажется. И еще место остается для каких-то вещей. То есть, вот мы с семьей втроем, я, супруга и сын, помещаемся в ней. Ну, без проблем в этой палатке. То есть, она такая палатка, которую мы берем на выезды. Соответственно, не напряжена. То, что она весит там больше трех килограмм. Положил ее в машину и повез. Ну, и как можно видеть, она сейчас... Палатка сама находится в клетчатой сумке. Потому, что когда я вытащил ее из чехла, назад она уже не поместилась. Ну, и в принципе, я переложил палатку вот в эту клетчатую сумку. Туда же помещается надувной матрас. И вот в таком виде она возится на пикники, на природу. Когда мы куда-то с ночевкой выезжаем. Что касается палатки Nordway, как я уже говорил. Для одного человека она избыточно большая. Весит тоже немало. По-моему, там около трех килограмм. Но при этом ее таскать с собой. Если идешь один, я, например, не вижу смысла никакого. Так, ну давайте, наверное, перейдем к спальным мешкам. Спальных мешков у меня два. Один тоже от фирмы Nordway. Который серенький, чуть побольше. И второй поменьше тоже от фирмы Povilla. Как и палатка. Ну, здесь, в принципе, то же самое, что и с палатками. Тот, который побольше серенький Nordway. В нем холодно. То есть, август-сентябрь уже, ну, прохладно в нем ночевать реально. Что касается вот этого спального мешка. Который по виллу. Давайте покажу чуть поближе. Вот он. Вот так он выглядит. Температура комфорта 8. Лимит 3. И экстрим 0. По факту, я в теплой одежде и в нем ночевал в ноябре месяце. И, в принципе, ночь прошла удачно. Поэтому, если вы увидите, в принципе, неплохой спальник. Учитывая, что он не такой уж и дорогой. Не могу обойти вниманием всем известный. Наверное, у многих такой есть. Обычный коврик пенка. То есть, вот я его использую. Вернее сказать, использовал. Когда брал с собой палатку Nordway. И вот этот коврик как раз стелил. В принципе, классный коврик. Тоже ему года 3-4. Отлично себя показал. Холод от земли не пропускает. Вещь простая. Дешевая. Но выполняет свои функции на 250%. Еще учитывая, что он не лопнет. Как, к примеру, современные надувные коврики. Самонадувашки. Да, возможно, если ты его положишь на какую-то там палочку или камень. Проколит. Ну, проколит и проколит. Он от этого не сдуется. Ничего ему не будет. Он как служил, так и будет служить. А это вот мой любимый комплект. С которым, ну, уже, наверное, второй год. Я хожу во все походы с ночевой. Которые происходят. Летом. Весной. Ну, и осенью, когда не сильно холодно. Это тент. Слева. С Алиэкспресс. 2 на полтора метра. Видео есть. Ссылка в описании. И гамак. Тоже с Алиэкспресс. Маленький, легкий, удобный. Ну, сами видите. Да, вот такой комплект. Положил в рюкзак. В принципе, они поместятся практически в любой рюкзак. Даже не обязательно брать с собой спальный мешок. Если вы достаточно тепло одеты. То есть, летом вам, в принципе, теплая одежда не нужна. А когда более-менее холодно. Например, там, весной, осенью. Вы просто одеты в теплую одежду. И этого достаточно. Ну, во всяком случае, мне хватает. То есть, я не беру с собой спальник. Могу взять какое-то одеяло, к примеру, обычное снизу постелить. И, в принципе, этого хватает. Отдельного видео по гамаку у меня нет. Но их, в принципе, на ютубе очень много. Опять же, если кого-то заинтересует. Если будет это нужно. Пишите в комментариях. Сниму отдельное видео по этому комплекту. По установке, по гамаку и по тенту. Ну, а теперь переходим к более мелким вещам. Но не менее нужным. Ну, раз уж мы затронули тему одежды немного. Скажу о таком важном атрибуте походной жизни. Как перчатки. Перчатки, в принципе, я использую недорогие. И, можно сказать, что самые простые строительные перчатки. Чаще всего они применяются в каких-то, скажем так, походных условиях. У меня всегда есть пара перчаток, которые не жалко. То есть, я с помощью одеваю их и выполняю какие-то определенные работы. Что-то ношу, вожу, рублю и все такое. В общем, делаю в них грязную работу. Ну, давайте скажу про эти перчатки. Эти перчатки зимние. То есть, ношу я их зимой. Есть вот такой вот клапан. Если замерзли пальцы, можно одеть. Перчатки Norfin. В свое время покупал. Не дешево они стоили. Но, в принципе, не жалею. Года 3-4 им точно есть. Классные перчатки. Действительно удобно. Если замерзли пальцы, их всегда можно закрыть. Если нет, то, в принципе, удобнее, когда, скажем так, пальцы торчат. И можно выполнять какие-то тонкие, мелкие работы. Поэтому я обычно беру обычные вот такие строительные перчатки. Пальцы отрезаю. И таким вот образом их ношу где-то в походе. Особенно, если нужно производить какие-то манипуляции с телефоном, с техникой, с видеокамерой. То, естественно, постоянно не будешь перчатки снимать, одевать. Поэтому мне удобно таким образом. Ну, еще есть вот такие вот у меня спортивные наколенники. Ну, самые простые, самые дешевые. В принципе, у меня они вообще бесплатно достались. В общем, одеваю я их зимой. Как бы под теплую одежду. Для того, чтобы без проблем можно было при выполнении каких-то работ. Там при разжигании костра, к примеру. Еще чего-то. То есть, можно было вставать на колено. И там не бояться, что на какую-то ветку. Либо что это элементарно даже. Чтобы не промокли колени. В общем, скажем так. Защита коленей определенная. Вот. Ну, вот такой вот нюанс. Давайте, пойдем дальше. Я сегодня уже упоминал про сидушки. Как их еще называют. Пендели, поджопники. Ну, в общем, такие небольшие коврики. Которые нужны для того, чтобы можно было присесть куда-то на мокрое. Например, на дерево. Встряхнул с него снег. Положил коврик. Присел на камень. Ну, или просто там на землю, на траву. Есть у меня два вот таких вот раскладных коврика. Классная, удобная вещь. Заказывал на Алиэкспресс. Стоит вообще копейки. Но вещь реально шикарная. Ну, и вот такой вот коврик. Тоже стоит, наверное, рублей сто. Не больше. Но, честно говоря, вот эти коврики мне зашли больше. Что касается инструментов, которые используются мной в походе. Мне нравится называть эти предметы для кого-то таким, возможно, высокопарным словом. Но, в общем, я их называю шансовый инструмент. Слева направо. МПЛ-50. Малая пехотная лопата. Видео на канале есть. Ссылка, соответственно, в описании. Мачете Трамантино. Немного мной доработанная. Это мачете 12 дюймов. С пластиковой рукоятью. Видео есть даже несколько штук на канале. Следующее у нас идет. Тесак. Так называемый Тесак Соколова Григория. То есть, есть такой дядька, который разработал, придумал Таежный Тесак. Ну и вообще у него много чего интересного есть на канале. В общем, по его проекту сделал я Тесак из пилы. Получилось неплохо. Но инструмент, скажем так, слишком такой объемный, здоровый. Ну и устрашающих размеров. Поэтому, когда я хожу пешком, тем более, если нужно куда-то ехать на автобусе, к примеру, я его с собой, конечно же, не возьму. То есть, он у меня на ПМЖ находится в багажнике автомобиля. И используется где-то на выездах, на пикниках, на шашлыках. Так, ну дальше. Это две мои пилы. Та, что поменьше, пила Пиранья. Отдельное видео есть. Та, что побольше, зеленая. Это пила Геолия. Куплена за смешные 200 рублей в магазине Леруа Мерлен. Шикарная пила. С 2017 года как работала, так и продолжает работать. Никогда я ни разу ее не точил. Не затачивал, не перетачивал. Ничего с ней не делал. Вот что касается пилы Пиранья. Тонкое полотно. Кончик у нее я уже сломал. Полотно все погнулось. Кривое. То есть, нужно очень аккуратно с такими вещами обращаться. Ну и цена у нее, честно говоря, там в 6 раз больше, чем у этой пилы Геолия. Поэтому при выборе инструмента, возможно, стоит выбрать дешевый аналог. На нем потренироваться. Потом уже убрать что-то подороже. А может быть, достаточно будет и дешевого какого-то инструмента для выполнения каких-то походных задач. Зато его не жалко будет. Ну и дальше. Топорик небольшой лесной. Назвал я его Ворон. Это подарок мне от Святослава Рудиша. Моего друга и товарища. У него тоже есть канал. Вот так и называется. Святослав Рудиш. Ссылочка в описании. Кому будет интересно, заходите, смотрите. Очень интересные видосы пилит мужичок. Идем дальше. Мужичок, да. Слав, привет. Следующий. Это... Тамагавк, представляете? Тамагавк. Самый Шунина есть. Настоящий. Инструмент довольно-таки своеобразный. Это, наверное, больше оружие, чем инструмент для леса. Попользовался я им фактически только один раз. Что могу сказать. Интересный инструмент. Но его душу, его натуру я еще до конца не понял. Но обязательно буду пользоваться. Мне очень хочется реально научиться им работать. Овладеть этим мастерством работы именно тамагавком. Потому, что все-таки отличается и техника рубки. Ну, и сама форма и топорища, и головы отличается от обычного топора плотницкого. К которому мы все с вами привыкли. Поэтому для меня лично это такой опыт. Когда-нибудь я обязательно созрею. Вот когда более-менее начнет у меня получаться с ним что-то. Когда начнет получаться метать его, чтобы он втыкался каждый раз. Когда начнет получаться рубить им, строгать, колоть. Вот тогда я, наверное, сниму видео о тестах. А так получится, что новичок взял инструмент. Что-то с ним пытается сделать. Но, в общем, получится смех и грех. Поэтому пока я отдельное видео по тестам тамагавка не снимаю. Ну, посуда костровая. Для любого туриста тема, наверное, больная. Потому, что это такая посуда, которая постоянно в саже. Вся закопченная, вся грязная. Соответственно, под костер мы выбираем одну посуду. Если есть газовая горелка, мы берем другую посуду. И как бы не хочется какие-то чистые котелки и кружки пачкать в саже. Потому, что их потом не отмоешь. Так, ну, давайте, наверное, буду как-то так показывать. По порядку. В общем, есть у меня вот такой вот интересный. Не знаю, как его правильно назвать. Ну, в общем, вот такая интересная штука. Из магазина FixPrice. Она открывается. И, соответственно, здесь имеются две тарелочки. Ну, можно сказать, что это третья. В принципе, штука достаточно такая удобная. И если в рюкзаке место есть, то можно прямо в нее положить какие-то вещи. Я имею в виду какие-то продукты, из которых потом будешь готовить. Либо сразу взять с собой готовую пищу. И там уже где-то в походе перекусить. Перекусить. Так, ну, давайте, наверное, немножко скажу про термос. И термосов у меня два. Это термос лайма. Какой-то непонятный. Сильно китайский термос на 0,5. Который не держит тепло абсолютно. Но иногда я его использую для того, чтобы взять с собой куда-то на рыбалку горячительный какой-то напиток. Есть вот такой вот термос. Это биосталь. Термос литровый. Шикарный термос. Просто я им очень доволен. Биосталь. Причем, он без кнопки. У знакомого с кнопкой. Так вот он держит намного хуже. Этот сутки даже больше держит смело. Кипяток. Так. Ну, давайте, наверное, про фляги немножко скажу. Так. Есть у меня вот такая фляга. Это реплика фляги НАТО. Это китайская реплика. Пластик непонятно какой. Он пахнет. Фляга, если в нее налить воды, она протекает. В общем, я повелся. За недорого купил. А теперь думаю, куда бы сбагрить эту ерунду. Дальше есть у меня вот такая вот фляга. Видео отдельное есть на канале. Это фляга Трамп. Шикарная фляга. Я очень доволен. Могу долго и много о ней говорить. Просто офигенная, классная фляжка. Чаще всего я ношу с собой вот такую вот бутылку с широким горлышком на полтора литра. Это самый обычный, самый удобный походный вариант, когда не нужно в кадре что-то, скажем так, красиво показывать. Как, к примеру, наливать воду вот из этой фляжки или вот из этой, к примеру. А вот когда просто я иду в поход без камеры, скажем так, я беру вот эту вот бутылку. Это самый удобный вариант. Ну и недавно мне подарили вот такую вот флягу алюминиевую. Фляга Следопыт. По-моему на 0,75 литра она. С ней я еще ни разу не ходил, ничего сказать не могу. Но вот водички налил, поставил. Неделю стоит. Хочу посмотреть, будет ли у воды какой-то привкус. Так, так, так. Ну давайте про кружки немного. Кружка. Скажем так, самая удобная из всех это вот такая вот кружка. Тоже от компании Трамп. Нержавейка. Складные ручки. Видео отдельное на канале есть. Классная, шикарная кружка. Кукса. Видео было прям совсем недавно. Чисто для красоты. Стоит дома на полочке. Практически не пользуюсь. В кармашке рюкзака у меня всегда вот такой вот складной стаканчик. Это тоже наследство мне от дедушки. Он протекал, этот стаканчик. Я его отремонтировал, почистил. И служит он мне верой и правдой. Классный стакан. Просто вот, не знаю, душевный, антуражный. Не хочу с ним расставаться. Практически всегда его ношу с собой. Но в кадре он появляется редко. Можно сказать, практически никогда. Кружка армии. Дай бог памяти Швеции. Кружка кукса. 300 миллилитров пластик. Вроде так красиво все выглядит, но запах, как я не старался, запах пластика и непонятно еще чего, из этой куксы не выветривается. Поэтому после нескольких раз я перестал ее брать с собой в походы. Видео отдельное на канале есть. Недавно приобрел самую обычную кружку из нержавейки. Не знаю, сколько здесь. 0,4 или 0,5. Ну, в общем, самая обычная кружка. Еще даже ни разу ее не использовал. Так, ну, давайте вот так, наверное, сделаем. Это у меня такой комплект. Это кружка-котелок армии Швеции. Опять же, тоже удобная вещь. Если идешь, допустим, ненадолго, вот я беру как раз вот этот комплект. 0,8. Помещается здесь воды. Вот этот котелок. И чтобы чай скипятить, в принципе, этого вполне достаточно. Классный, удобный комплект. Когда-то в свое время приобрел я вот этот вот чайник. Чайник-следопыт на 1 литр. Мечта эгоиста, назовем его так. Ну, по большому счету, классно, здорово, антуражно, красиво. В кадре наливать. Хочешь длинный чай, хочешь короткий. Но, по факту, таскать его большого смысла я не вижу. Честно вам сказать. Дальше пойдем. Ну, про горелки уже сегодня говорил. Есть у меня вот такая вот небольшая горелка. Покупал совсем давно. За смешные, там, какие-то, не знаю, там, 300, может, рублей. Ну, в общем, на Алиэкспресс. Но она работала, продолжает работать. Вот для нее баллон. Ну, и, соответственно, это вот такой комплект. Это кружка, по-моему, на литр 200, по-моему. Вот эта вот кружка. И, соответственно, газовый баллон в нее помещается. И газовая горелка. То есть, вот этот комплект я беру, если не планирую разжигать костер. Вот. Ну, и остается посуда, которая постоянно или периодически у меня находится на огне. Чаще всего я использую обычную вот такую вот кружку. Это кружка на литр. Я ее не мою. Приделал к ней вот такую вот ручку, дужку из проволоки. И использую чисто вот для костра. Смысл мыть я ее не вижу. Положил вот так вот в пакет убрал. И, в принципе, на этом все. Грязь лишняя сама отвалится. Вот. Есть у меня вот такой совсем старый комплект. Это тоже с Алиэкспресс. Четыре в одном. Комплект котелков. Тоже весь грязный, закопченый. Он у меня в основном ездит в машине. То есть, вот как раз на какие-то кемпинги, выезды, когда я еду с семьей. Вот на двух-трех человек вот такого набора вообще за глаза. Там в большом котелке сварил что-нибудь. Там какой-нибудь супчик. В маленьком чай поставил. Это тарелка. Это кружка. Ну, в общем, нормально. Удобный комплект такой. Но, опять же, если идешь один, нести его с собой, ну, смысла нет. Я не вижу. Вот. Дальше. Сковорода. Сковорода толстостенная. Кукмара, по-моему, производство. Это толстостенный алюминий. Все в ней хорошо. Кроме того, что для одного она все-таки большевата, тяжеловата. Ручка вот эта вот греется. Я ее обмотал шнуром. Ну, все равно греется. Достаточно редко я беру сковороду, честно говоря. Потому что, если, допустим, нужно пожарить рыбу, ну, проще ее пожарить на веточке, там, на какой-то, на палочке. Яичницу пожарить. Ну, не заморачиваюсь я такой ерундой. Если уж я специально для видео собираюсь, допустим, там, пожарить картошку, еще что-то сделать. Какую-то поджарку именно сделать. Ну, тогда, да, тогда я вот эту вот сковородку беру. А по факту, ну, чаще, в общем, чаще она так же вот с этим комплектом ездит в машине, чем я ее ношу с собой. Так, ну и остался у нас армейский котелок. От армейского котелка я уже давно отказался. Наверное, может быть, два-три видео с армейским котелком есть у меня на канале. Ну, и, в принципе, отказался и отказался. И ни о чем я не жалею. То есть, для меня совершенно неудобная вещь. Можете со мной спорить, писать там злобные комментарии. Ну, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Мне не нравится армейский котелок. Просто не готовить в нем, не мыть его потом. Мне просто неудобно туда лазить рукой. Любая там круглая вот такая вот кружка, она, во-первых, легче. Во-вторых, ее легче и мыть, и мешать, и готовить в ней. Ну, в общем, мой выбор такой. Совсем недавно выходил в видео, я в этом котелке готовил. Ну, просто еще раз убедился, что это вообще не мое. Не мой вариант. Так, ну и продолжая около посудную тематику. Беру я с собой вот такой вот раскладной бамбуковый коврик. Он мне заменяет скатерть в основном. Удобная классная штука, стоит копейки, покупал в фикс-прайсе. Иногда беру вот такую вот маленькую досточку, буковую, ну, для, скажем так, снижения веса и для того, чтобы в кадре было интересно. Ну, то есть, беру специально какие-то маленькие небольшие продукты, там, маленький помидорчик, маленькую луковичку. И вот, чтобы красиво порезать на этой досточке. По факту, неудобная она эта досточка. Лучше взять вот такую вот обычную в том же фикс-прайсе полноразмерную большую пластиковую доску. На ней спокойно резать все, что нужно. Испортилась она, выкинул ее, купил новую. Так, ну, что касается вилок, ложек. Использовал я сначала обычную ложку. Вилку вообще никогда не брал. Ну, обычную, алюминиевую, да. Вот. Потом Павел Баранов, есть такой хороший человек. Нравится мне смотреть его видео. До сих пор пересматриваю. Жалко, что сейчас редко выходят они. Подарил мне он вот такую вот ложечку. Замечательную совершенно. Но есть свои минусы все-таки у деревянной ложки. Можете со мной спорить. Но мне не нравится, допустим, когда кладешь ты ее куда-то в котелок. Она обязательно всплывает. Но мне неудобно. Ну, да, допустим, об нее не обожжешься. Она не нагревается. Но, опять же, вот этот вот толстый край. Не всегда им удобно какие-то продукты там разламывать, как-то брать. Я для себя вот такой вот вариант подобрал. Спасибо каналу Каморка Диваноча. И конкретно Константину Дианову Диваночу. Спасибо. Вот за 300 рублей на Алиэкспресс взял вот такую вот титановую, наверное, ложку-вилку. Ну, офигенная штука. Просто шикарная. Наверное, возьму еще парочку про запас. Вот больше на самом деле и не надо. И для первого, и для второго, и там для макароны по-флотски, для чего угодно. Классная штука. Вот возьмите, не пожалеете. Ссылку постараюсь найти и в описании оставить. Пойдем дальше. Так, ну и буквально коротенько скажу о двух своих печках. Первая маленькая, это печка. Аналог немецкой карманной печки Esbit. Складная печка, которая работает на сухом горючем. Можно, в принципе, и на дровишках что-то закипятить. Классная печка, вообще шикарная. Мне очень понравилась. Здесь, несмотря на то, что это аналог из Китая, стоила она совсем недорого. Очень удобно. Вот я не перестаю удивляться гениальности человека, который придумал вообще эту конструкцию. Хочу, конечно, в будущем приобрести оригинальную и просто сравнить, есть ли какая-то разница в работе этих печек. Классная печка, в общем. Так, ну и здесь у меня печка, не буду ее доставать. Наверное, какие-то кадры вот вам из своих прежних видео покажу. Большая складная печка-щепочница, которая в основном тоже у меня катается в машине. Редко я ее беру, когда иду пешком, потому что она тяжелая. Весит там 1,3 кг. Большая, тяжелая, но и КПД у нее достаточно такой. Шикарный. В общем, для пикников, для выездов вообще отличный вариант. Ну, дальше все просто. Это три мои точилки, которые я сейчас оставил в настоящее время, остальные распродал. Это точилка кармана Викторинекс, точилка Ганзо и обычный камень-лодочка из строительного или хозяйственного магазина, в котором, допустим, я точу там топоры, лопату, мачете. Потом что? Ну, аптечка. Отдельное видео про аптечку у меня есть. Эта аптечка большая. Беру я ее на самом деле с собой редко. В основном просто там какие-то таблетки, бинт в карман кладу, в куртку. И все на этом. Ну, и здесь два швейных набора. Этот, который беру, когда иду пешком. Обычный армейский швейный набор. И этот дорожный большой набор Nordway. Ну, там, в общем, есть все. Там можно, блин, не знаю, штаны. Не то, что заштопать, а из кусков материи шить новые штаны. Вот. Ну, вот такая вот штука. Отдельное видео тоже на канале есть. Это из сумки от противогаза. Сделал я такую вот сумочку, подсумок. Назвал его Torbo. Оказалось, классная и удобная вещь. Тоже с собой беру. Если нужно что-то собрать. Места много не занимает. Там грибы, ягоды, рыбу положить в пакете. Через плечо перекинул, допустим. В воду зашел. Или снасти с собой взял. Ну, в общем, классная такая оказалась многофункциональная вещь. Ссылку тоже оставлю в описании. Обязательно посмотрите. Думаю, если не видели, вам понравится обязательно. Зажигалка. Как ее правильно называют? Автоген, короче. Вроде бы классная зажигалка. Удобная. Такое пламя подает. Но фактически работает хорошо. Она только в теплое время года. То есть, чуть падает температура. Там зима, осень. Все. Газ замерзает и ничего не помогает. Перестает она работать. Поэтому для лета, да, хороший вариант. Подпалил. Там, допустим, тоже сухое горючее или костер. Удобно. Но не для холодного времени года. Но это я так уж положил. Крикет. Всем известная. Зажигалка. Есть у меня два огнива. Одно давно проверенное, испытанное. Это огнива Билтема. По-моему, то ли финская, то ли шведская. По-моему, шведская. И недавно приобрел я еще по случаю за недорого. Вот такое вот тоже здоровое достаточно огниво с компасом. Это огниво Следопыт. По-моему, я даже им не пользовался. Один раз, наверное, пользовался. Ну, кстати, неплохое огниво. Вот. Иногда просто, как я уже сказал, для антуража одеваю вот такой вот браслет. Браслет выживальщика, так называемый. Здесь есть небольшой там скребок-нож. Есть огниво небольшой. Есть свисток. Ну, иногда интересно так взять с собой, в принципе. Один раз зимой взял с собой, получается, зажигалку. Она у меня намокла, не хотела зажигаться. Та, которая лежала в рюкзаке, оказалась сломанной. Спичек вообще не было. И так получилось, что фактически вот это вот маленькое огниво меня выручило. То есть, я смог развести костер. Ну, и часы мои. Других у меня нет. Некоторые покупают там, я не знаю, по 8, 10, 30 тысяч часы. Вот. Офигенные часы с Алиэкспресс. Часы с Кмэй. По-моему, 1025 моделька называется. Отдельное видео тоже есть на канале. Классные часы. Кто-то говорит, там, в них нельзя купаться. Да можно в них все. И купаться, и нырять, и все, что угодно. Ношу второй или третий год. Офигенная штука. Классные, классные часы. Ссылочку в описании оставлю. Так. Ну, фонарики. Фонариков, на самом деле, у меня немного. Потому что... Потому что потому. Сейчас объясню, почему. Ну, про это чудо китайской инженерии я недавно видео снимал. Фонарик-шокер. Который, как бы, и не до фонарика, и не до шокер. Ну, в принципе, свою функцию он выполняет. Всякие бродячие собачки, если мешают ходить, кидаются под ноги, гавкают, портят настроение, то, где он там щелкаем, щелкаем, щелкаем шокером. Ага, уже не щелкается, что ли? Ага, вот так вот. И все, они убегают. Ну, в общем, так себе фонарик. Потом есть у меня вот такой вот фонарь. Это фонарь-конвой С-8. Офигенный, шикарный фонарь. Но, опять же, для определенных условий бьет на очень большое расстояние мощнейшим лучом. Удобно на рыбалке смотреть, допустим, за поплавком. Либо просматривать там береговую линию. А так вот освещать что-то где-то себе под ногами или территорию лагеря не очень удобно. Слишком уж велика мощность. Кемпинговый фонарь Тамшу. Шикарный фонарь тоже уже несколько лет у меня в пользовании. Приобретался также на Алиэкспресс. Сейчас уже даже ссылочку не могу дать, потому что пропали эти фонари. Есть похожие, но именно эти Тамшу не продаются. Фонарь классный. У него здесь крепление в виде крючка. Этот крючок сломался. Я подвесил вот так вот на карабин. Здесь, кстати, есть магнит. За счет чего очень удобно можно к машине, к примеру, прилепить этот фонарь. В общем, фонарь классный. Заряжается, очень долго держит батарею. Также можно его использовать как повар-банк. От него зарядить, к примеру, телефон. Ну и просто я его проверял на среднем режиме. Двое суток он у меня светил. Я считаю, это классно. То есть, освещать палатку, освещать территорию лагеря. Классный выбор, классный фонарь. Этот фонарь No Name. Подарок коллеге. Ну, такой, скажем, больше фонарик. Вот именно походно-поисковой. В принципе, светит он достаточно неплохо. Есть у него вот такое вот крепление на голову. Частенько я его использую дома для каких-то... там, ремонтных работ. Куда-то там залезть под раковину, под машину. Еще что-то. Ну и своим лучшим фонарем. И своим лучшим вложением в этом плане. Я считаю, вот этот вот фонарь. Это фонарь Phoenix. HL60R. Налобный фонарик. Блин, ну... Тут отдельное видео нужно снимать. Или просто посмотрите видео на другом канале. Шикарный, шикарный фонарь. Единственное, цена, конечно, у него кусается. В общем, классный фонарь. Так, ну и до кучи. Не совсем, конечно, фонарь. В общем, вот такой вот монокуляр. Я о нем тоже как-то рассказывал. Монокуляр с Алиэкспресс. Иногда беру с собой. Если я иду по какой-то незнакомой территории. К примеру, вот не знаю, идти, не идти в ту сторону. Всегда можно достать этот небольшой монокуляр. Посмотреть, что там, как, где в конце пути. И стоит ли идти по этой дороге. В общем, как-то так. Ну и в принципе, осталось мне рассказать только о своих ножах. Которых есть у меня, как говорится. Но видео о них выходило отдельное. Перед Новым Годом, если мне память не изменяет. Так что ссылка будет в описании. Там вы все сможете подробненько посмотреть. Если вам будет интересно. Наверняка, конечно, я забыл еще что-то показать. Из своего снаряжения. Но, в принципе, это, наверное, все. Что на сегодняшний момент я отыскал. Давно уже хотел навести какой-то порядок в своих вещах. Кстати, про многие предметы снаряжения, как я уже говорил. На канале есть отдельные видео. Кучу ссылок я оставлю в описании. Если у вас какой-то отдельный конкретный предмет заинтересовал. То можно будет про него посмотреть подробнее. Если нет у меня этого обзора. И вам хотелось бы увидеть обзор на какую-то вещь. Из тех предметов, инструментов, которые вы сегодня увидели. Пожалуйста, пишите в комментариях. Я обязательно постараюсь этот обзор в ближайшее время снять. А на сегодня это все. Надеюсь, что вам было интересно. Смотрите другие мои видео. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Добавляйтесь в друзья. Вконтакте. В инстаграм. Острых вам ножей. Крепких рюкзаков. И легких дорог. Ходите в походы. Берегите природу. С вами был ДК. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok